Итоги недели О главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. 18 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Торжественный день – возможность не только поздравить специалистов, но и сказать слова благодарности за труд. Праздничные мероприятия на этой неделе прошли в городе над Бугом. Услышать каждого, кому не безразлично, чем живет город сегодня, как мы будем жить завтра. В Бресте продолжают работу диалоговые площадки. Разговор о главном прошел на Брест-газоаппарате. Спикеры – представители городской администрации. Савторы – Бреста. Управлению капитального строительства областного центра в 2023 исполняется 50 лет. Предприятие со знаком качества. Хочешь заработать – прояви инициативу. 300 вакансий предоставляют школьникам более 20 организаций Бреста. Трудоустройство не на словах, а на деле. В эфире программа «Итоги недели» говорим о главном. Медицину и медицинскую профессию можно считать основным достижением человечества. С древних времен здоровье являлось основной заботой людей. Сегодня медицинская наука продолжает изучать, открывать и осваивать новые методы диагностики и современные способы лечения. Брещина тому яркое подтверждение – много уже сделано, немало планов на ближайшее будущее. Врачевание всегда считалось уважаемой и ответственной профессией. Каждодневная забота, сострадание, милосердие было и остается отличительной чертой медицинских работников, которые профессионально и самоотверженно выполняют свой долг, возвращая здоровье людям, а зачастую и жизнь. 18 июня люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник – торжественный день, возможность не только поздравить специалистов, но и сказать слова благодарности за труд и профессионализм. Праздничные мероприятия на этой неделе прошли в городе над Бугом. Брестском драмтеатре многолюдно. Сегодня в качестве не зрителей, но главных героев – медики Бреста и Брестского района. Труд каждого из них – это помощь тысячам людей, сострадание и внимательность, и, конечно же, безоговорочная любовь к своей профессии. Самое главное – это чтобы пациенты, скажем так, выздоравливали, да, в нашей работе, как и прочим, тоже. Все главное – в хирургии мелочей нету, поэтому здесь нельзя выделить одно что-то из общего, целого. Но когда видишь самодачу, что пациент помогает, помимо того, что ты помогаешь, пациент помогает, и вдвойне это все всегда увенчивается 100% успехом, то есть выздоровлением. В преддверии профессионального праздника слова благодарности для них звучат повсеместно. И, конечно же, праздник – отличный повод для того, чтобы вручить награды, благодарности и грамоты Брестского горосполкома, Совета депутатов, отраслевого профсоюза. В настоящее время в Брестской центральной городской больнице развернуто 690 стационарных коек, на которых трудится 1030 сотрудников, а вот врачебных должностей немного больше. Центральная городская больница оснащена необходимым современным оборудованием, компьютерным томографом, магнитно-резонансным томографом. В своем составе имеет 10 развернутых функционирующих операционных. Ежегодно через больницу, только через стационарные койки, проходит не менее 25 тысяч стационарных пациентов. По объемам оказания медицинской помощи стационарных среди городских учреждений здравоохранения Бреста – это основной стационар. Укомплектованность кадрами состояния материально-технической базы на лечении необходимого диагностического и лечебного оборудования, научное и профессиональное развитие, а также развитие адресной помощи. Во всех этих направлениях работа ведется качественная и целенаправленная. Это в своем выступлении подчеркнул председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Сегодня система здравоохранения города представлена более 7 тысяч медработниками. Из них закрепляемость сегодня более 96%. Коэффициент совместимости у нас 1,1%. Поэтому я думаю, что мы этими силами можем вполне удовлетворить потребности нашего населения. Ведь оказание качественной и своевременной помощи – приоритетная задача всей отрасли. 20 учреждений здравоохранения из них, 6 поликлиник, которые обслуживают взрослое население, 3 поликлиники, которые обслуживают детское население, 3 стомат-поликлиники, знаю из них детское, 4 стационара. В стационарах у нас 1721 койка. Есть еще в нашей системе 10 амбулаторий и 18 ФАПов. И есть 3 участковые больницы, одна горпоселковая. Каждый год, конечно, прибывают к нам наши молодые специалисты. Это очень тоже хорошо. В этом году вновь прибудет на первое рабочее место 79 врачей и 130 медицинских сестер. В принципе, это позволит значительно укрепить нашу систему. Еще одна из задач – модернизация ныне действующих учреждений здравоохранения и укомплектование необходимым оборудованием. Выделены значительные средства на приведение надлежащих материально-техническое состояние наших ФАПов, амбулаторий, больниц и поликлиник. Мы будем неукослительно работать над этим. По новому оборудованию, такого тяжелого оборудования, в перспективе планируется приобретение централизованным Министерством здравоохранения аппарата магниторезонансной томографии. Помещение у нас уже практически готовится. Это вот самое такое, что последнее. Плюс еще в этом году один рентгенаппарат поступит централизованно закупленный в шестую поликлинику и планируем еще два флюорографа приобрести. Мы будем и дальше повышать уровень профессионализма, развивать материально-техническую базу. Сегодня вот даже в рамках тех поручений, когда глава государства критически рассмотрел эти вопросы по системе здравоохранения, они имеют место, безусловно, поэтому будем наводить порядок. Торжественное мероприятие состоялось и в Брестском общественно-культурном центре. Специалистов поприветствовал глава Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Прещине есть чем гордиться. Она сегодня занимает право лидирующие места в отдельных направлениях и значимых. Сегодня есть у нас материально-техническая база. У нас есть сегодня научные наработки, высокая квалификация врачей. Горжусь в целом вашим огромным, нашим резким коллективом. Я желаю вам, как и любому человеку, крепчающего здоровья. Юрий Витольдович вручил заслуженные награды представителям сферы здравоохранения. Терапевты, реаниматологи, педиатры. На страже здоровья жителей нашего региона стоят высококвалифицированные врачи с большим стажем. Для многих медицина – это мечта и дело жизни. Я хотела быть врачом еще, как говорится, с детства. У меня мама – врач, врач-психиатр. И поэтому мне вот с самого детства и уколы нравилось делать, и рецепты выписывать, и своих подруг, как говорится, лечить. Получаешь какое-то моральное удовлетворение и получаешь позитив от того, что вот эти детки родились. Ты их первыми увидел в этой жизни. А если они сами рождаются, если это кесарь, то ты первый принимаешь. Еще, как говорится, вот только вот ребеночек начинаешь, его извлекать, головка появилась, а он уже начинает кричать, еще весь полностью не родился. И ты испытываешь, что у тебя переполняют такие эмоции положительные, что хочется и хочется идти на работу. Недокринолог – это невероятная профессия, это действительно мое призвание, это моя жизнь. Это, наверное, в жизни есть гармония, так вот есть в человеке гармония в гармонах. Поэтому я эндокринологом работаю уже около 25 лет. Более 10 лет я возглавляю областную консультативную поликлинику, где представлено очень много специальностей. Наверное, как бы более 35 приемов у нас ведется по различным специальностям. Мы оказываем узкоспециализированную медицинскую помощь. На сцену пригласили участников конкурса «Врач года Республики Беларусь» лауреатом второй ступени в номинации «Врач-серапевт» стала заведующая неврологическим отделением Драгичинской центральной районной больницы. Районный невролог – это врач первичного звена, и на него оказывается большая нагрузка и большая ответственность. Мои домашние привыкли, что я в любое время дня и ночи готова встать и откликнуться на помощь нуждающимся. Наше отделение оказывает помощь пациентам неврологического профиля, как общеневрологических, так и пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Это очень тяжелые пациенты, которые нуждаются в особенном подходе. В области трудится порядка 42 тысяч медицинских работников. Для оказания качественной медицинской помощи модернизируется материально-техническая база. В конце месяца в строй ведут обновленный корпус Брестка детской областной больницы. Масштабные работы и в Жабеньке. Здесь реконструируют реанимационное отделение. Новый корпус хирургического и кардиологического профиля возведут и в Брестской областной клинической больнице. Активно закупается оборудование. Мы дальше развиваемся, как и планировалось не только по Брестской области, а по всей республике. Развитие тяжелым оборудованием, высокоточным оборудованием. Это межрайонные центры. Брест, Баран и Вечипинск. Там устанавливается более точное оборудование, более тяжелое оборудование. Магнито-резонансные томографы, компьютерные томографы. И ангиографы. В этом году введено уже в эксплуатацию три компьютерных томографа. Это Лякович, Каменец и Дрогичин. Это новые аппараты Симонс, 64 среза, то есть высокой информационной возможности. То есть аппараты тоже высокого класса. И идем так, что не только в межрайонных центрах будут обследоваться на компьютерной томографии, но и в районах. Здоровье каждого человека в его руках. Но если это необходимо, врачи всегда придут на помощь. А мы продолжаем тему. Когда чужая боль, не чужая. Брестская городская больница палеоативной помощи хоспис была открыта в 2018 году. В 2023 ей исполняется пять лет. Термин хоспис происходит из ласинского языка. Шестого века так называли места отдыха пилигримов. Первые хосписы располагались вдоль дорог, по которым шли центральные маршруты паломников. В определенном смысле это были дома для уставших или заболевших странников, где им могли оказать качественную помощь и приют. Оказывали хосписы и помощь местным жителям. О сострадании и милосердии и о тех людях, для кого чужая боль не чужая, расскажет Евгения Мороз. Любовь, сострадание и милосердие – это слова, полноценно описывающие работу медиков, которые трудятся в Брестской городской больнице палеоативной помощи хоспис. Пациенты здесь нуждаются в особом уходе. Это в основном снятие болевых синдромов, тщательный уход, обезболивание и так далее. В основном к нам поступают онкологические больные. 5% 70 больных, которые у нас находятся, это больные с новообразованиями. Их направляет к нам онкодиспансер, поликлиники города, также может направить наш хоспис, наша патронажная служба. За время существования учреждения здравоохранения, а это 5 лет, его пациентами стали порядка полутора тысяч человек. Госпитализация в хоспис происходит по направлению территориальной поликлиники, либо онкодиспансера. На постоянной основе в больнице действует 35 коек. Если пациенту становится лучше, он может выписаться домой. Если помощь снова будет необходима, вернуться. Сейчас на лечении в стационаре находятся 32 пациента. Среди них и ветеран Великой Отечественной Иван Долгов. Чистенько. Персонал такой внимательный, что я никогда в больницах не видел. Уважительно относятся к пациентам. Очень уважительно. Так, что так. Я не слышал вообще такого заведения. Ну вот, пришлось побывать здесь. Раз в лечебном учреждении находишься, значит, что-то есть больное. Но я не ожидал, конечно, такого отношения. В стационаре помимо медиков работает и психолог. Есть и своя небольшая часовня, куда пациенты могут приходить для молитв. Раз в неделю здесь проводится служба. Есть и свой внутренний дворик, где пациенты могут гулять. Среди критериев, которыми должен обладать специалист, который приходит на работу в хоспис, это не только высокий уровень медицинских знаний, но и развитая эмпатия, психологическая устойчивость. Здесь надо быть не только хорошим профессионалом, медицинским работником, и врачом, и средним. Здесь надо быть хорошим психологом. Причем у нас работает профессиональный психолог, но психологом должен быть каждый медицинский работник, который работает в нашем учреждении. И, конечно же, надо обладать качествами определенными. То есть не все, к сожалению, могут здесь работать в плане своих каких-то человеческих качеств. Здесь остаются люди, которые действительно обладают милосердием к больному, добротой, заботой, которые умеют сопереживать, сострадать. Доступ в хоспис для родных, пациентов свободный. Также специалисты больницы обучают родственников больного правильному уходу, оказывают психологическую поддержку. Я прихожу к своей маме, она здесь значительно недавно, но мы очень рады, что она сюда попала. Очень хороший уход, хорошие врачи помогают ей. Ну, мы тоже помогаем, потому что состояние тяжеловатое. Ну, мы стараемся, верим в помощь наших врачей. Есть и выездная служба, когда врач и медицинская сестра посещают пациентов на дому. На учете у патронажной службы порядка 120 больных. Перевязки, обработка пролежни, необходимая медикаментозная помощь. Все это оказывается в полном объеме. В разной степени тяжести люди, вот, они разбиты по группам интенсивности наблюдения. Тяжелые, естественно, наблюдаются более интенсивно. Выезжаем мы на машине. Вот оказываем помощь ту, которая необходима, как вот по заболеванию, какие жалобы, какие симптомы. Оказываем помощь. Делаем, ну, конкретно делаем все необходимое. Иногда человек не в состоянии повлиять на то, как сложится его жизнь, но он в состоянии получить всю эту помощь и заботу, которая ему необходима, для того, чтобы не только облегчить ситуацию, но и, зачастую, продлить жизнь. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Разговор о главном именно под таким названием прошел открытый диалог представителей исполнительной и представительной власти с трудовым коллективом предприятия «Брестгазоаппарат». В таком формате общения мелких тем нет. Все весьма насущны и актуальны. Улучшение жилищных условий и востребованность молодых и перспективных кадров. Эпидемиологическая ситуация, экономика и развитие городской инфраструктуры. Реализация инновационных проектов и особенность организации сложных производств. Спикерами диалоговой площадки стали люди, которые знают обо всем вышеперечисленном непонаслышке. Разговор о главном теме диалоговой площадки. Спикеры, представители исполнительной и представительной власти, ученые, участники коллектив предприятия «Флагмана» «Брестгазоаппарат». Правильно расставленные акценты сразу же захватили внимание участников встречи, что основное для города, региона, страны – это благополучие жителей, развитие социальной сферы, во многом зависящие от экономической составляющей. Главными ориентирами которой мэр Брест назвал заработную плату, инвестиции и доходы бюджета. И от решения всех этих вопросов зависит жизнь и благосостояние Брещан. За этот небольшой период времени мы понимаем, что касаемо инвестиций. Сегодня перед городом, в первую очередь передо мной, как главой города, стоит задача обеспечить темп роста в объеме 140%. Это большая для города задача, так скажем, сложная. Объем в денежном выражении составляет порядка 1,2 млрд. рублей. На сегодня мы видим из той инвестиционной составляющей по городу порядка 102-105% по итогам года, с учетом, так скажем, сложившейся инвестиционной составляющей наших предприятий, в том числе и вашего. Сегодня город Брест развивается достаточно динамично. Одно из основополагающих социальных направлений – жилищное строительство. Этому аспекту председатель Брестского горосполкома уделил особое внимание. В приоритете военнослужащие – молодые и многодетные семьи. Именно для них в городе возводится современное жилье, строятся объекты социального назначения. Два просторных детских сада на 350 мест рассчитывают вести в строй в ближайшее время. Один будет сдан под ключ уже в нынешнем году, другой – в следующем. Что касается ввода жилья, если его разложить, оно сегодня идет для нуждающихся и для ненуждающихся, потому что в городе строится как долевое жилье на продажу, так и с господдержкой. В этом году Крин сделан для строительства арендного жилья для военнослужащих. Пограничники, в первую очередь, 38-я бригада, Министерство внутренних дел, которое обеспечивает внутренний порядок. Сегодня эту, так скажем, проблему решаем по городу за счет строительства арендного жилья. Их таких порядка 10 жилых домов аренных. Это для того, чтобы была возможность мобильности военнослужащих, потому что они сегодня в рамках республики дислоцируют с одной части в другую. Остается, так скажем, часть жилья, которая будет направлена для нуждающихся. Это наши многодетные семьи, в первую очередь, но и иные категории, которые пользуются внеочередным правом. Чернобыльцы, сироты и другие категории. Помимо выше озвученных вопросов, вечная обсуждаемая тема – жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня службы коммунальника стараются поддерживать чистоту на улицах города Бреста и инфраструктуру в порядке. Надо дать должное, что оперативно реагируют на те моменты по городу наши городские службы вовремя и своевременно. По городу километры сетей, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализование, где постоянно возникают какие-то моменты, где необходимо своевременно решать эти вопросы. Председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский акцентировал внимание участников диалога на дальнейшем развитии учреждений здравоохранения и улучшении качества оказания медицинских услуг, а также вспомнил, какая работа была проделана со стороны медиков в период ковид-инфекции. Ковид внес свои, скажем, определенные последствия в систему. Ну и где-то 2021, 2021 и 2022 год частично пришлось всецело посвятить борьбе с этим недугом. Была обеспечена доступность медицинского образования, стационарная помощь и в плане оказания стационарной помощи все больные, которые нуждались в сопровождении интенсивной терапии, имеются в виду аппараты ИВЛ, кислородные точки, ими были обеспечены. Но это тоже не на ровном месте. Почему? Потому что за последних два года и с здравоохранением, и с помощью организации учреждений города было в город закуплено дополнительно 35 аппаратов ИВЛ. Несмотря на полное укомплектование медучреждений города Бреста, современной материально-технической базой наблюдаются проблемы с кадрами. Но и этот вопрос в скором времени будет решен. Мы ждем выпуск новых специалистов. Как правило, это происходит июль-август месяц. Поэтому все заявки, насколько я осведомлен, сделаны медицинскими учреждениями. Но специалисты придут и уже подготовленные, но и будут работать те, которые придут в интернатуру, и будут планомерно в течение еще года готовиться в ведущих медицинских учреждениях города. В первую очередь в областной больнице, детской областной больнице. Поэтому вопрос специалистами будет решаться. Кроме социальной сферы, экономики и здравоохранения, разговор коснулся и вопросов политического развития. Эдуард Северин рассказал об изменениях в избирательной системе страны. Процесс нормотворчества заложила Конституция Республики Белого. Сейчас она детализируется через ряд законодательных актов. Если мы просто говорим об избирательном кодексе, предшествовали ключевые документы, как я уже говорил, Конституция, закон о Собелорусском народном собрании, закон об изменении деятельности общественных организаций, политических пастбостей, закон о гражданском обществе и так далее. Более того, все эти законы должны коррелировать с точки зрения ключевых моментов, которые отмечены. Сейчас принято говорить такое слово «новелла», но мне не особо нравится, скажем, что нового появилось в избирательном кодексе на сегодняшний момент. Ну, во-первых, честно говоря, немножечко усилены требования к кандидатам, к кандидатам на любые должности. В целом диалог получился конструктивным и продолжался значительно дольше запланированного времени. После выступления спикеров рабочие Брест-газоаппараты задавали вопросы. Среди волнующих тем – работа городского транспорта и благоустройства районов. Я живу в микрорайоне Лечицы и хотел бы обратить внимание на такие районы, которые уже исторически в Брест-газо сложились, чтобы про них не забывали. Потому что, например, на Лечице там тротуары, ну, если на Смирново еще ничего, то там, не знаю, вот Домковское, там как Советского Союза тротуары не как положено, так и не лежат. Асфальт уже в Буграме пошел, пенсионеры там цепляются, падают. Баумановская там улица. Потом, допустим, наше общежитие 56 дроп 1. Там положили асфальт. Значит, замечательно все, но положили асфальт, тротуары забыли. То есть, получилось низина, дожди идут, лужи собираются. По транспорту тоже наречится. Значит, хотелось бы его все-таки как-то, ну, не знаю, тот же девятый маршрут. Вот выходные дни добавить, потому что, ну, там практически раз в час, раз в 40 минут идут транспорт. Пятый маршрут автобус. Если можно его продлить, ну, я понимаю, что там подъезд туда, вот как вот маршрутка ходит у нас сейчас пятерка под мост. Автобус, может, туда не пройдет. Но, может, что-то можно придумать. Все правильные вопросы. Абсолютно тут надо, наверное, склонить голову, что за последний, так скажем, период времени не уделялось должного внимания вот Речице, Дубровке, тем микрорайонам, которые на окраинах города. И сегодня, ну, наверное, есть понимание того, куда мы будем двигаться. Мы начали, я думаю, вы многие видели уже, это и Белорусская, и Дубровка, где сегодня приводим в порядок дорожное покрытие. Что касается благоустройства в целом, я недавно для себя, так скажем, потратил несколько дней для того, чтобы не просто там поездить, да, с окна посмотреть, а походить ногами и посмотреть, так скажем, возможные перспективы для того, чтобы там, ну, навести порядок. Потому что сегодня действительно эти районы, ну, недолжным образом были обласканы, да, финансово и какими-то, так скажем, элементарными вещами, которые мы видим в новых микрорайонах. Поэтому, я думаю, мы потянем. Мы уже плавно, вот, на протяжении второго года под эгидой губернатора занимались все, от руководства области до руководства города, дворовыми площадками, где, ну, наводим постепенно этот порядок. Тут надо набраться терпения, потому что это финансовая сторона. Тут, извините, и спонсоры участвуют, и городской бюджет, и область помогает очень капитально в этом плане, и ресурсам, чтобы мы могли, ну, минимум, вот для себя цель ставим, минимум по 25 дворовых площадок делать в год. Как отметил Сергей Лободинский в интервью с журналистами, разговор с коллективом Брестгаза-парад на волнующие темы получился живым. Разговор несложный, разговор, по сути, тех вопросов, которые город живет и должен решать. Поэтому объективно обозначены были те моменты, что касается Речицы, где надо наводить порядок. Сегодня есть понимание того, куда надо двигаться по городу. Для примера, вот я обозначал, что мы занимаемся и Белорусской улицей, и Дубровской, где наводим порядок. Поэтому постепенно, плавно дойдем и до Речицкой. Сегодня, я говорю, есть отдельные моменты, которые касаются благоустройства. Сегодня мы подступаемся к ним, и под это планируется уже ресурс. Что-то уже, безусловно, будет и по 2024 году реализовано. Поэтому, я думаю, эти вопросы мы решим. Встречи в подобном формате будут проходить на постоянной основе с коллективами разных предприятий города. Продолжит программу «Итоги недели» блок материалов на тему экономики и строительства. Молочные и мясные фермы широко распространены в Белоруссии. Их продукция в большом объеме производится не только для нужд жителей страны, но и на экспорт, и широко известно своим высоким качеством. Свой вклад в экономику Брестского региона вносят не только крупные хозяйства, но и небольшие стабильно работающие предприятия. Одно из них – норковая ферма на базе открытого акционерного общества «Остромечево». На данный момент она единственная из звероферм в Белоруссии, которая является не самостоятельным хозяйством, а подразделением. А потому находится в ведении Министерства сельского хозяйства. Наши корреспонденты отправились в агрогородок Остромечево, чтобы рассказать о том, как идут дела на норкофермы и как производят норковые шубы. Зверокомплекс Остромечево существует с 1988 года. На данный момент здесь содержится около 12 тысяч норок. Это племенные самки основного стада и молодняк. Изначально зверей привезли из Украины, теперь закупают в зверохозяйствах Белоруссии. Шесть у нас цветовых групп или пород содержатся. Это блэк либо черная, браун – коричневая, перл – жемчужная, сапфир – сапфировая, белая. Для того, чтобы получить качественный мех, необходимо неукоснительно соблюдать технологический процесс. За этим здесь строго следят. Порядка 20-25% от полученных шкур перешиваются на меховые изделия. Все остальное продается в невыделанном виде на Российскую Федерацию и Китай. Геологический процесс – это достаточно сложный у нас, такой в своей мере уникальный, потому что не так много зверхозяйств, естественно, в республике. Это и правильное проведение гона, правильная кормежка, естественно, правильный подбор рациона, правильное выращивание и содержание самих зверей, правильное проведение забоя и получение самой шкурки невыделанной. Это все входит в качество, соответственно, чтобы потом изделия получались красивые, приятные женщинам. Для этого весь коллектив нашей работы, чтобы женщины были счастливы. Изделия из норки ценятся не только за внешний вид. Их отличает повышенная износостойкость. Такая шуба прослужит хозяйке не менее 8 зим, а иногда до 10-14 сезонов. Шубы из-за страмечивания уходят на экспорт, а продаются исключительно в Беларуси, в том числе в специализированном магазине. Покупатели очень довольны, женщины выходят счастливые, довольные, радостные. Начинается с сезон, да, с сентября месяца до марта, еще на 8 марта приезжают с мужьями, чтобы сделать себе приятную покупку. Готовое изделие будет радовать его обладателя долгие годы. Однако процесс изготовления очень трудоемкий и требует настоящего мастерства. Весь процесс производства очень трудоемкий. Конечно, здесь многое зависит именно от работников, которые здесь работают, потому что с мехом работа очень кропотливая. Можно сказать, настолько тонкая, как ювелирная. Ее иногда даже с ней сравнивают. От тонкости швов зависит не только прочность, но и внешний вид изделия. Нурка относится к высшей категории ценных мехов и находится в одном ряду с соболем, рысью и шиншиллой. За время существования производства востромечива освоили выпуск более ста моделей шуб. Но помимо верхней одежды здесь выпускаются штучные изделия, брелоки, сумочки и головные уборы. Ну что хочу сказать. Первым делом, что мех нужно полюбить. Тогда с ним можно работать. Тогда будешь видеть его, чувствовать. Потому что первым делом подворка у нас, конечно. Чтобы по цвету, по качеству, по высоте ворса. Потом идет вычинка. Намачиваются шкуры, разбиваются либо на колодке, если это формируется определенная моделька, либо у нас есть разбивочный стол и там разбиваются на столе. А потом уже идет выкройка. У каждого изделия своя технология и секреты создания. Но чтобы шубы получились красивыми и теплыми, в каждую вложено тепло души и человеческих рук. Это и есть самый главный секрет. История развития современного Бреста неразрывно связана с его архитектурой. Возведение новых микрорайонов, жилых, многоквартирных домов и объектов социального назначения. А предприятия, которые на протяжении многих лет участвуют в этом процессе, можно по праву считать соавторами города над Бугом. В этом году исполняется 50 лет с момента основания дочернего коммунального предприятия по капитальному строительству УКС города Бреста. Оно было создано в 1973-м при Брестском горисполкоме. И с этого момента до настоящего времени вписало в летопись города немало архитектурных страниц. От аэропорта до современного автовокзала. В деловое портфолио возведенных по заказу Брестского УКСа сооружений входит ряд важных и знаковых для города объектов, которые сформировали его облик и стали визитными карточками. Грибной канал, аэровокзальный комплекс Брест, современное здание автовокзала, центр молодежного творчества, спортивный кластер, куда входит легкоатлетический манеж, ледовый дворец и дворец водных видов спорта. Этот список можно продолжать очень долго. Определенные этапы прошел развитие УКС. Он был создан как управление капитального строительства Брестского горисполкома. Потом пришло время, когда прошла реорганизация, и УКС городской стал коммунальным унитарным предприятием Брестского горисполкома. Потом прошла реорганизация, мы стали дочерним предприятием областного УКСа. Но все эти преобразования не изменили смысл работы УКСа. Мы как были заказчики, так и остаемся через 50 лет заказчиками. Наша задача от замысла стройки до ее реализации и передачи объектов, построенных УКСом, на баланс эксплуатирующей организации. Смысл и принцип работы УКСа прост и в то же время подразумевает колоссальную ответственность заказчика. Грамотно организовать каждый этап от проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию до передачи по назначению. Школа и детский сад – образованию. Поликлиника – медицине. Дома – жильцам. Если взять целом по городу, то целые микрорайоны. Восток – три, юго-запад – четыре, юго-запад – два. Сегодня строится микрорайон юго-запад – один. Это все объекты городского УКСа. Мы строим город Брест и строим качественно и для людей, для брестчан. Один из социальных объектов, который возводят по заказу городского УКСа в данный момент – детский сад на 350 мест по улице Якельчика. Здесь уже установлена коробка, закончены общестроительные и штукатурные работы. Приступили к стадии чистовой отделки. Все материалы белорусского производства и соответствуют всем санитарным гигиеническим нормам и требованиям. На данный момент у нас заштукатурено 12,5 тысяч квадратов поверхности стен, выполнена вся черновая штукатурка, работаем по малярным работам. На первом этаже разместятся две группы для детей с ограниченными возможностями. В связи с этим в проекте продумана безбарьерная среда, установлены теплые полы, монтируются лифты. На данный момент также у нас проводятся работы по благоустройству. Это тротуарная плитка, установлены теневые навесы и выполняется их чистовая отделка. На объекте работают порядка 150 человек и задействовано более 10 единиц техники. В августе в детский сад привезут мебель и оборудование, устранят недоработки, чтобы ко дню знаний отдохнувшие после летних каникул дети пришли в новый комфортный и просторный детский сад. Юрий Лимонтович, Людмила Логодич, Андрей Щерба. Итоги недели. Заработать первые карманные деньги, почувствовать себя финансово независимым, а заодно и взрослым мечтают почти все школьники. Вот только если в течение учебного года подрабатывать без ущерба урокам не всегда получается, то трудоустройство на время летних каникул дает неплохой шанс пополнить личный бюджет. В период каникул образца 2023 городское управление по труду, занятости и социальной защите планирует трудоустроить порядка 1300 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В настоящее время эту возможность предоставляют более 20 организаций, а это около 300 вакансий. Где уже сегодня работает молодежь и из чего состоит их временная занятость, об этом в заключительном сюжете программы. Для большинства взрослых людей с точки зрения трудовой занятости лето мало чем отличается от других пор года. Конечно, если на него не выпадает отпуск. А вот для школьников, учащихся в колледже и студентов, оно связано с самыми продолжительными и долгожданными каникулами. Лето у них ассоциируется с отдыхом, но далеко не все молодые люди используют этот период для праздного времяпровождения. Огромное количество ребят хотят получить новый опыт по той или иной специальности, а также стремятся как можно раньше стать независимыми, в том числе в финансовом плане. Чтобы потом заработанные деньги можно было потратить на все удовольствия, которые хотят получить этим летом. В период летних каникул Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горсполкома планируют трудоустроить 1300 молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Если говорить о школьниках, то в основном их временная занятость организуется по месту учебы, а также нанимателями такими как Мемориальный комплекс Брестская крепость Герой, Брестский областной центр туризма и краеведения, Брестская центральная библиотека имени Пушкина. Ребята под контролем педагогов и других сотрудников учреждения образования выполняют посильную им работу. Трудовые лагеря существовали еще во времена СССР, но потом на некоторое время были забыты. Возрождать в Беларуси их начали в 2013 году. С тех пор этим местом работы интересуется все большее количество девушек и юношей. Молодые люди могут трудиться на базе школы. Список задач, которым можно привлекать школьников, определен перечнем легких видов работ для детей, утвержденным постановлением Минтруда и соцзащиты. Чаще подростки занимаются уборкой и благоустройством территории, посадкой деревьев, ремонтом учебных кабинетов и мебели. Так, на базе 20-й школы работает лагерь труда и отдыха, где учащиеся старших классов помогают учителям облагораживать школьную территорию, чтобы она была чище и краше. В нашей школе на базе лагеря труда и отдыха работает трудовая бригада. В трудовой бригаде насчитывается 25 учащихся от 14 до 16 лет. Наша трудовая бригада работает по бригадному методу. Это значит, на 25 человек выбирается три бригадира, которые не только работают в бригаде, а также обязательно ведут учет выполненной работы своими членами бригады и расставляют их на рабочие места. Члены бригады хорошо знают, что такое у нас производственная дисциплина, культура труда, ответственность за выполненную работу, а также качество выполняемой работы. Мы очень благодарны, предоставлены нам возможностью работать в школе. Для нас это первая наша работа, первая зарплата, и мы впервые получим наш первый документ – это рабочая книжка. Мы делаем все, чтобы наша школа стала лучше. Это очень хорошая возможность, ведь не каждая школа предоставляет ее. Наша школа уже много лет предоставляет такую возможность, и мы крайне рады этому. Поэтому это очень полезно, чтобы молодежь уже с ранних лет знакомилась с трудом. Я очень рада, что попала, не смогла попасть, потому что было достаточно тяжело попасть. Там много желающих очень было. Интересный жизненный опыт, первая зарплата, и вообще интересно. Несмотря на отсутствие образования, квалификации, а также ограничения по времени рабочих часов, шанс заработать карманные деньги у школьников есть. Вот уже с начала июня его активно используют более 700 брестских школьников. Так, часть юношей и девушек по доброй традиции трудится на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герои». В городе Бресте добрая традиция, когда ребята от 14 до 16 и больше работают у нас в дни летних каникул на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герои». Уже не менее 10 лет, если не более, за период летних каникул в порядке 150-160 учащихся в наших учебных заведениях проходят здесь свою, можно сказать, трудовую практику. Ребята понимают, где они работают, что они делают. Я, как руководитель мемориального комплекса, стараюсь с ними встречаться, рассказать о том, насколько важен их труд. Те, кто не смогли попасть на трудовую практику, не расстраиваются, ведь они также успели внести свою лепту в благоустройство нашего красивого города Бреста. В 32-й школе учащиеся от мала до велика помогали собирать и загружать макулатуру. Общими усилиями было собрано более 200 килограмм бумаги. «В Ленинском районе для ребят организовано всевозможное мероприятие. Есть возможность быть и трудоустроенным, и занятым, в том числе досуговой занятостью. И на протяжении всего лета вы можете увидеть и наши ребята поучаствовать в «Спартакеаде, сделай правильный выбор», в летних фотоконкурсах. А сегодня мы находимся именно во время проведения акции «Чистый город, Ленинский район глазами детей». И цель этой акции, опять же, не просто занять ребят и организовать их досуг, но и приобщить еще и к трудовым делам. Показать, как на самом деле можно себя проявить, как можно помочь нашему городу, нашему району очистить от небольших, скажем так, грязных вещей, сдать макулатуру в том числе и получить за это денежные средства. Собираем макулатуру, мы спасаем наш город от мусора, а лес от вырубки. Так макулатура получает вторую жизнь. С завтрашнего дня начинает работу наш трудовой отряд. Трудовой отряд – это прекрасная возможность заработать, пообщаться с ребятами, подружиться с ними, а также получить трудовые навыки. Сегодня в Ленинском районе обучаются более 17 тысяч несовершеннолетних. Несовершеннолетних среди этих подростков есть те, кто особенно нуждается в занятости. В трудовой десант попадают ребята из неполных и неблагополучных семей. Дети-сироты, мальчики и девочки из многодетных семей, а также подростки, состоящие на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Для них трудотерапия – основная форма профилактики правонарушений. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте – 54-63-67. Но мне остается только добавить – это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Анастасия Миришкевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Субтитры создавал DimaTorzok